В современном российском кинематографе есть много талантливых красавиц-актрис. Сегодня мы расскажем о том, кто же те счастливчики, которые смогли покорить сердца этих красоток, как они выглядят и чем они занимаются. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Красивая актриса Светлана Иванова не спешила рассказывать многочисленным поклонникам о том, кто ее муж. И только когда дочери знаменитости исполнилось четыре года, она призналась в том, что состоит в отношениях с известным режиссером Джанником Файзиевым. Актриса скрывала имя отца своей дочери, потому что мужчина на тот момент был не свободен. С первой супругой Линой Эспли режиссер прожил без малого 20 лет. Только в 2015 году он поставил окончательную точку в этих отношениях, официально развелся и ушел к Светлане. А познакомились режиссер и актриса в 2011 году. Их сблизили съемки фильма «Август 8». Влюбленные несколько лет жили в гражданском браке, потом все же узаконили свои отношения. В семье растут две дочери. Дочка Полина родилась в 2012 году, а через шесть лет появилась на свет младшая дочь мира. Семейное счастье актриса Марина Александрова обрела со своим супругом Андреем Болтенко. Мужчина имеет образование международного журналиста. Сейчас он работает режиссером на телевидении. Впервые Андрей и Марина увидели друг друга во время съемок одной из передач. Девушка сразу понравилась мужчине. Но тогда он не решился признаться ей в своих чувствах. Через год они снова встретились в компании общих друзей. Андрей на этот раз решил не упускать свой шанс, стал красиво ухаживать за Мариной. Она ответила взаимностью. В 2012 году пара приняла решение зарегистрировать отношения. В том же году у супругов родился первенец, которого назвали в честь отца Андреем. А спустя три года Марина подарила супругу дочку Катю. Со своим будущим супругом Сергеем Дзибанем актриса Олеся Судзиловская познакомилась при очень интересных обстоятельствах. Актриса приняла Сергея за простого водителя, не подозревая, что перед ней крупный бизнесмен. Она даже предложила ему помощь в трудоустройстве. Ведь когда Олеся приехала в город Красноярск, ее друг Гоша Куценко попросил Сергея привезти актрису к нему. Сидящего за рулем Волги мужчину Олеся приняла за водителя. Когда вся правда была раскрыта, женщина была уже влюблена в Сергея. Официально влюбленные оформили свои отношения в 2009 году. В том же году у пары родился сын Артем, а в 2016 году супруги стали родителями во второй раз. Младшему сыну дали имя Майк. Мужа одной из самых востребованных актрис современности Елизаветы Боярской зовут Максим Матвеев. Он также, как и супруга, на сегодняшний момент является востребованным актером, снимается в рейтинговых проектах. Познакомились будущая муж и жена на пробах к картине 1612. Это было в 2006 году. Лиза уже тогда почувствовала, что Максим – это ее судьба. Однако мужчина не показал своего интереса к актрисе. Да и общались они мало, ведь была высокая занятость на съемочной площадке. Поэтому ни о каком романе не могло быть и речи. По-настоящему они сблизились уже после совместной работы в фильме «Не скажу». Они сыграли страстные отношения на экране. Но роман вспыхнул и в реальной жизни. На тот момент мужчина был женат на актрисе Яне Сексте. Когда она узнала о том, что муж влюбился в другую женщину, то впала в депрессию. Однако Яна все же нашла в себе силы начать новую жизнь после развода. А Максим женился на Лизе. Пара воспитывает сыновей Андрея и Георгия. Старший сын родился в 2012 году, а младший в 2018. Фото мальчиков редко попадают в сеть. Однако поклонникам семьи известно, что, несмотря на плотный рабочий график, звездные родители много времени уделяют воспитанию детей. Актриса Екатерина Шпица замужем за Русланом Пановым. Мужчина работает фитнес-экспертом. Он автор многих программ и методик. Бизнес Руслана успешно развивается. Познакомились будущие супруги в спортзале. Туда актриса пришла на занятия фитнесом. После совместной тренировки между Русланом и Катериной возникла взаимная симпатия, которая потом переросла в любовь. По разным независящим от них обстоятельствам, паре пришлось несколько раз откладывать свадьбу. Долгожданное событие произошло в феврале 2021 года. Совместных детей у пары пока нет. Супругом актрисы Марии Андреевой стал стоматолог Антон Хундадзе. Мария пришла к Антону для того, чтобы вылечить зубы. Он не только отличный профессионал своего дела, но и владелец клиники. Зубы он актрисе вылечил, но забрал ее сердце. Мария не устояла перед темпераментным мужчиной. У влюбленных завязался роман. В 2018 году они поженились, а через два года у пары родился общий ребенок Илья. Актрису Евгению Брик и ее мужа-режиссера Валерия Тодоровского свели кинопроба. Сразу же между актрисой и режиссером вспыхнула страсть. Большая разница в возрасте при этом никого не смущала. Больше смущало то, что Валерий был женат на Наталье Токаревой. Они прожили 20 лет, и мужчина не хотел причинять страдания жене. Однако и гасить свои чувства к Евгении он тоже не мог. Слишком сильной была любовь. Долго скрывать роман не получилось. Развод все же состоялся. Узаконить отношения пара смогла лишь в 2006 году. Свои лучшие роли актриса сыграла в фильмах своего именитого мужа. В 2009 году в семье родилась дочка Зоя. Супругом актрисы Марии Фоминой является продюсер Алексей Киселев. Он сын известного журналиста Евгения Киселева. Благодаря случайной встрече в ресторане молодые люди узнали друг друга, стали общаться, а вскоре поняли, что не могут жить друг без друга. В 2018 году у пары родилась дочка Анна. Незадолго до этого влюбленные официально зарегистрировали свои отношения. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Делитесь им с друзьями. До новых встреч!